РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОСТРАНСТВЕ ПУТЕШЕСТВУЕМ СО СМЫСЛОМ Каждый год с 26 июня по 17 июля в Саратовской области проходит Большой Крестный ход. Выходят богомольцы из города Саратова. За три недели проходят семь районов по обоим берегам Волги. Посещают храмы и монастыри, встречающиеся на пути. А завершают свое молитвенное странствие вместе под названием Вавилов дол, что у границы с Самарской областью. 17 июля день мученической кончины последнего русского императора и его семьи. Поэтому Крестный ход посвящен памяти всех новомучеников, пострадавших за святое православие во время безбожных гонений. Здесь, в крестьянском краю, служившем одной из главных житниц России, была своя история стояния за веру перед лицом государственного атеизма. Вавилов дол – это овражная местность, спрятавшаяся в лесу, что уцелел посреди степного заволжья. Здесь с незапамятных времен из земли бил источник с солоноватой водой. Под тенистыми кронами деревьев находил себе приют и зверь, и скрывающийся человек. Свое название это место получил от разбойника Вавилы, чья банда орудовала в окрестностях в XVIII веке. Много злодеяний совершил Вавила, но однажды был пойман солдатами, подвергнут пыткам и ослеплен. Едва живой он добрался до оврага с источником, выкопал пещеру и остаток жизни провел в покаянии за грехи. После Вавилы другие подвижники выкопали тут еще несколько пещер, но имена этих подвижников не дошли до нас. А в народе появилась легенда о церкви, которая ушла под землю, подобно граду Китежу. В начале XX века на Вавиловом долу сложилась монашеская община, которая пользовалась большим авторитетом у окрестных крестьян. Был построен храм во имя святителя Николая Чудотворца, а на источник приезжали за исцелением тысячи паломников. После революции, когда храмы стали закрываться, а духовенство преследоваться, Вавилов дол приобрел особое значение. Монахи укрепляли в вере приходивших к ним крестьян. Они не стеснялись обличать политику большевиков и в скором времени обратили на себя внимание властей. Шел 1929 год. По всей России крестьян начинали сгонять в колхозы. Тех, кто побогаче и посамостоятельнее, раскулачивали и отправляли в ссылку. Любое сопротивление сразу же подавлялось. Тогда-то и было решено ликвидировать общину на Вавиловом долу. Православных монахов арестовали за преступления, которые совершили сектанты в штаверстах от их обители. Была организована кампания клеветы и показательный суд. Глава общины Афонский иеромонах Иоанн Дорофеев и еще несколько иноков были расстреляны. Другие получили различные сроки заключения. Храм разрушен, источник осквернен, пещеры засыпаны. Но память о святом месте осталась в народе и пережила гонение. Сегодня, как и сто лет назад, Вавилов долу центр народного паломничества. Сюда приезжают, чтобы искупаться в освященном источнике, помолиться святителю Николаю Чудотворцу в часовне, почтить память убиенных за веру в годы гонений, вспомнить покаявшегося разбойника Вавилу и попросить прощения за свои грехи.